Добрый день! Меня зовут Наталья Козловская. Я являюсь руководителем отдела развития Музея изобразительных искусств Республики Карелия, а также руководителем проекта создания устойчивых культурных сервисов для людей с расстройством аутистического спектра. Как все начиналось? Несколько лет назад к нам обратилась инициативная группа родителей, у которых детки были с расстройством аутистического спектра. Они сказали, что им трудно посещать общественные места и просили принять их в музеи. Мы тогда ответили, что у нас нет ни специалистов, ни технологий, ни возможностей, ни оборудования, но мы готовы попробовать. Так начался наш долгий путь, путь проб и ошибок. И вот недавно мы созрели на большой проект, чтобы создать новые качественные услуги для такой целевой аудитории. Исследования показывают, что большая часть людей на Земле визуалы, которым легче воспринимать информацию в форме символов, знаков, изображений. Представьте себе на минуточку схему метро, если бы я вам объясняла ее на словах, а не в форме визуальной схемы. Легко ли было бы вам ориентироваться? А допустим, представьте, если вы мчитесь на высокой скорости по трассе в автомобиле, и вам на скорости попадаются дорожные знаки, которые вы легко считываете и понимаете. Будь они в словесной форме, наверное, воспринимались бы они гораздо сложнее. Так вот, людям с расстройством аутистического спектра тоже удобнее многую информацию воспринимать в визуальной форме, особенно если это новые специфические занятия при походе в музей. А еще давайте представим ситуацию, если вас, ваш друг или подруга куда-то пригласили и сказали, давай пойдем, пойдем со мной. Но вы не знаете куда, насколько, во что вам одеться, что там будет, вы чувствуете тревожность. Так и поход в музей в новое место для людей с расстройством аутистического спектра может быть сложным, которым обязательно нужно готовиться заранее. Для подготовки прихода детей с расстройством аутистического спектра в музей была разработана социальная история, краткий видеорассказ о походе в музей в формате видеоролика и печатного пособия PDF. В первую неделю количество просмотров зашкаливали за 5000. Для того, чтобы комфортно чувствовать себя на экспозиции, команде проекта удалось создать визуальные пособия для проведения экскурсий и творческих практических мастер-классов специально для работы в художественном музее на основе метода визуальной поддержки и альтернативной коммуникации. Карта ЧакПЭКС. Ну и завершал комплекс мероприятий обучающий семинар для персонала музея, где участвовали все от гардеробщика, смотрителей до научных сотрудников. Там поднимались вопросы не только использования новых продуктов, но и особенностей поведения людей с рас и возможные сценарии взаимодействия. Проект может быть эффективным только тогда, когда он носит в себе комплексное решение. Наш проект является комплексным. Во-первых, на стадии подготовки нашей целевой аудитории к приходу в музей мы знакомим их через социальную историю. Во-вторых, приходя в музей, они получают комплексные продукты. Это карточки визуального пособия, сумку учителя, с помощью которых им легче воспринимать информацию. Ну и мы подготовили наш персонал, это самое важное, обучили его, и теперь все сотрудники понимают и готовы принимать людей сразу в музее. Именно комплексный подход позволяет проекту быть эффективным. Для этого очень важна обратная связь. Я скажу одну историю. К нам на занятия приходит девочка, обычно очень тревожная, особенно на мастер-классах. После первого занятия она попросила маму купить ей такой воротничок. Она сказала, что ей казалось, как будто у нее за спиной стоял ангел, положил руки ей на плечики и сказал, что все будет хорошо, у тебя все получится, не бойся. Но у нее получилась хорошая работа. Все были рады. Девочка и мама, и педагог. Я Никулина Наталья. У моего ребенка аутизм. Мы со Степой уже несколько лет ходим на экскурсии в музее ЗО. Эти экскурсии ему очень нравятся, потому что это дополнительная возможность пообщаться с друзьями, выйти в общество и посмотреть что-то интересное. Я очень благодарна сотрудникам музея, о том, что они не боятся особого поведения наших детей и принимают их такими, какие они есть. И помогают им еще больше воспринимать искусство, потому что последние экскурсии были особенными. На этих экскурсиях использовалась визуальная поддержка. И мне кажется, это еще больше помогло ребенку вникнуть в то, что говорит экскурсовод. Потому что для таких особых детей важнее увидеть, чем услышать. Им так проще воспринимать информацию. И когда экскурсовод рассказывал о картине, то дети с помощью карточек должны были поставить. Видят ли они пейзаж или видят ли они портрет. В каких цветах отражается картина. Теплые, холодные. В общем, и на много еще вопросов мы отвечали. Если честно, мне самой было очень интересно. Устойчивое развитие проекта возможно только тогда, когда он начинает активно жить после того, как заканчивается грантовое финансирование. Именно так получилось в нашем случае. Во-вторых, устойчивое развитие – это когда проект может быть масштабируемым. В любом художественном музее России эта практика может быть внедрена. Поэтому мы готовы делиться своим опытом. Уже сегодня вышла моя статья в справочнике руководителя учреждения культуры о том, как создавать среду и услуги для людей с расстройством аутистического спектра. Мы уверены, что равные возможности для всех категорий граждан создают действительно инклюзивное пространство. И музей, и сфера культуры от этого только выигрывают. Продолжение следует...